Нью-Йорк, друзья, это не только экономический и финансовый центр земли, популярное место для кинорежиссеров и город полный знаменитостей. Это также и самый многонациональный город с районами, имеющими длинную историю, в том числе криминальную. Какие-то из районов остались опасными и по сей день. Есть даже информация, согласно которой жители Нью-Йорка кусают людей в 10 раз чаще, чем это делают акулы. Это не значит, что некоторые районы категорически запрещено посещать, но быть особо внимательными и стараться не гулять в них по ночам определенно стоит. Ну а перед тем, как мы приступим к опасным районам Большого Яблока, более детально не забудьте подписаться на мой канал, так вы будете чаще видеть интересный контент о разных городах и странах. Мы с вами будем развивать мифы и узнавать больше о достопримечательностях и природных красотах всего мира. И, конечно, жду лайка после просмотра, если понравится. Сауст Бронкс Южный Бронкс Рядом с богатым и знаменитым Манхэттеном находится Бронкс, который считается самым опасным и бедным районом Нью-Йорка. Там очень просто стать объектом нападения. Южный Бронкс почти всегда ассоциировался с бедностью, преступностью и нападениями. В 1970-х годах этот район серьезно пострадал от сочетания городского упадка, бедности и поджогов, что привело к большому количеству заброшенных зданий и резкому сокращению численности населения. Но в последние годы Южный Бронкс также стал местом значительных усилий по возрождению, благодаря новым проектам застройки и инфраструктуры. Несмотря на эти усилия, в Южном Бронксе по-прежнему более высокий уровень преступности по сравнению с другими районами Нью-Йорка. Согласно данным Компстат, полиция Нью-Йорка о преступности в 40-м и 41-м, о кругах, которые охватывают большую часть Южного Бронкса, уровень преступности выше, чем в среднем по городу. Этот район особенно известен своим высоким уровнем нападения и грабежей. Южный Бронкс также ассоциировался с деятельностью банд, в том числе с небезызвестными Бладдс и Крипс. The Blood and Crips – две из самых печально известных и давних уличных банд в Соединенных Штатах и имеющих корни в Лос-Анджелесе. Позже банды распространились на другие города по всей стране, включая Нью-Йорк. Данные банды обладают отличительными цветами и знаками. Блады носят красное, в то время как крипы – синее. Обе банды также используют жесты для общения друг с другом и определения своей принадлежности. Группы имеют свой сленг и свой алфавит. Английский алфавит с видоизмененными символами. Используя эти символы, члены банды отмечают свою территорию с помощью аэрозольной краски, оставляя теги. У Бладдс и Крипс долгая история соперничества и насилия друг против друга. Это соперничество восходит к 1970-м годам, когда банды впервые появились в Лос-Анджелесе. Соперничество привело к многочисленным ожесточенным столкновениям, включая перестрелки на проезжих частях. Браунсвилл – район расположен в восточной части Бруклина. Его население около 58 тысяч жителей. Браунсвилл имеет репутацию одного из самых опасных районов Нью-Йорка, с высоким уровнем преступности и бедности. Район также обладает и бандитской активностью. В этом районе действует несколько банд, в том числе Hood Stars, G-Stone, Крипс и Wavegang. В 2009 году в Бруклине в целом снизился процент преступности, но Браунсвилля это не коснулось. Здесь даже есть поговорка «Если вам 25, вы либо мертвы, либо в тюрьме, либо в банде». Группировка The Hood Stars действует уже много лет и известна своей причастностью к самым разным преступлениям. Считается, что группировка возникла здесь в 1990-х годах. Членами банды являются в основном молодые мужчины и женщины, нередко подростки. The Hood Stars известны тем, что носят черно-белые банданы, а также демонстрируют определенные знаки руками, указывающие на их принадлежность к банде. Полиция Нью-Йорка предприняла несколько шагов для борьбы с Hood Stars и другими бандами в Браунсвилле. Департамент усилил патрулирование и наблюдение в этом районе, а также установил партнерские отношения с общественными организациями, чтобы помочь предотвратить деятельность банд и устранить коренные причины нападения. East New York Восточный Нью-Йорк Это район, расположенный в восточной части Бруклина с населением около 91 тысячи жителей. Район имеет долгую историю бедности и социальных проблем, включая высокий уровень безработицы и низкий уровень образования. Эти факторы были определены как способствующие высокому уровню преступности в данном районе. Здесь тоже орудуют и группировки, среди которых Latin Kings, появившиеся изначально в Чикаго в сороковые. Они часто носят золотые и черные цвета и используют пятиконечную звезду и льва в качестве своих символов. Банда также известна своей строгой иерархией с лидерами на вершине организации и членами более низкого уровня, которые следуют их приказам. О районе его криминальной активности и работе местных полицейских был снят сериал «Восточный Нью-Йорк», вышедший в 2022 году. Гарлем. Традиционно он считается афроамериканским кварталом. Изначально в 1637 году здесь поселились первые европейцы, но они постоянно подвергались нападению Ленапе, местного индейского племени. Из-за чего многие в итоге это место покинули. Поселению, которое осталось, удалось выжить, и с 1658 года район стал известен как Новый Гарлем. Назвали его так в честь одноименного голландского города Харлем. Позже, в 1880-е, среди населения стали появляться афроамериканцы. А после того, как одним из местных риэлторов стал работать афроамериканец Филипп Пейтон, население района стало состоять преимущественно из афроамериканцев к 1930 году. Также население состояло из кубинцев и пуэрториканцев, чьи группировки сменили итальянские мафии, которые промышляли в Гарлеме до 2000-х годов. В 30-е здесь действовало около 30 группировок, которые держали под контролем около 20 кварталов. Главой одной из таких банд была мадам Стефани Сенклер, прославившаяся созданием игры в числа, нелегальной лотереи. Вложила она в это дело 10 тысяч долларов. Суть игры заключалась в том, что игрокам предлагалось сделать ставки на 3 комбинации чисел, от 0 до 999. Кто угадывал 3 числа, получал соответствующую сумму. Доход мадам Сенклер не был настолько огромным, чтобы купить виллу где-нибудь в Европе, но его вполне хватило для хорошей жизни в Гарлеме. Получала она тогда около 100 тысяч долларов в год. Самый худший период район пережил около 50 лет назад. В 70-е многие у кого были хоть какие-то средства, уехали из района. Таким образом, там остались только те, кто был наиболее бедным и наименее образованным. Позже власти все-таки взялись за восстановление района. Это называется джентрификация. Преобразование и обновление неблагополучных и депрессивных районов. Здесь построили крупные магазины, торговые центры, кинотеатры. Билл Клинтон даже открыл здесь свой офис на West 125 стрит. Были восстановлены старые заброшенные здания, построенные новые. В 90-е годы стоимость недвижимости в центре района увеличилась почти на 300%. На сегодняшний день район намного безопаснее, чем 50 и более лет назад. Хотя население здесь по-прежнему состоит преимущественно из афроамериканцев. Несмотря на то, что безопасность района выросла в разы, это еще не значит, что туристам здесь всегда безопасно находиться. Лучше избегать прогулок по данным территориям в вечернее время, так как до сих пор происходят хулиганские нападения, грабежи и манипуляции с запрещенными веществами. Бетфорд Стайвисант, он же сокращенно Бетстай. Изначально в районе до 17 века жили индейцы племени Канарси. Позже эти земли были выкуплены голландской вестинской компанией, которая основала поселение Бетфорд. Здесь в это время жили фермеры из Голландии и их рабы. В 1776 году местность захватили британцы, а после войны участки земли стали продавать новым поселенцам. Как и случаи с Гарлемом, большую часть местного жилья стали занимать афроамериканцы. А уже к 1873 году здесь проживало 14 тысяч человек, среди которых были также немцы, шотландцы, евреи, голландцы, итальянцы. К 1940 году численность афроамериканского населения стала повышаться, а уровень благополучия наоборот снижаться. Тогда в районе началась борьба с бедностью и сегрегацией. В 1980-х в районе был приток выходцев из Карибского бассейна. А в конце 20-го века сюда стали селиться обеспеченные потомки 2-го и 3-го поколения приезжих из Вест-Индии, что несколько стабилизировало экономическую ситуацию района. Да, сейчас этот район менее опасен, чем десятки лет назад, но необходимо все равно держать ухо востро. В настоящее время Бетфорд имеет одну из самых больших численностей населения – 230 тысяч человек, а общий уровень преступности составляет 2548 преступлений на 100 тысяч жителей. В общем, в одном случае из 40 есть риск стать жертвой преступления. Друзья, на этом пока все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Также не забывайте заходить на мой второй канал Smaps Education, где я рассказываю про зарубежное образование и возможность иммиграции. И, конечно, я всегда благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова